всем привет дорогие друзья из солнечной алании привет сегодня суббота 6 февраля 2021 года стоит потрясающая погода солнце светит несмотря на то что у нас зима как я уже сказала 6 февраля стоит просто потрясающая погода и у нас друзья продолжается комендантский час в этом видео кстати помимо того что я вам расскажу последние новости я хочу обсудить с вами очень интересную тему тему того когда муж не разрешает работать почему возникла эта тема потому что в прошлом видео мы с вами обсуждали работу в турции я вам рассказывала о вакансиях которые на данный момент предлагают пара турецких компаний здесь и после этого видео опять я стала обращать внимание на посты фейсбуке о том что муж не разрешает работать и самый последний пост пост вопрос был о том что одна женщина спрашивала девочки как вы копите деньги которые вам дает муж на продукты на какие-то покупки так вот друзья я решила с вами обсудить эту тему тему когда муж не разрешает работать и как копить деньги с того что муж дает на продукты и различные повседневные нужды но это сделаем мы с вами чуть позже а сейчас идем по алане и зайдем также в магазин поскольку мы вышли все-таки магазин и покажу вам также цены в магазине в общем у нас сегодня такое прогулочно разговорное видео покажу вам также как выглядит район пятничного рынка магазины закрыты открыты только продуктовые магазины с 10 до 5 и если вы живете рядом с магазином в комендантский час вы имеете право спуститься до магазина и приобрести те продукты которые вам необходимы несмотря на то что комендантский час как вы видите город живет кто-то занимается стройкой машины ездят люди ходят магазин ой очень шумно ну а те магазины которые закрыты они выглядят вот таким вот образом помимо того что открыты сетевые продуктовые магазины открыты вот такие вот небольшие маркеты в которых также можно приобрести любую необходимую вам продукцию на субботу и воскресенье многих конечно же интересует вопрос когда начнется туристический сезон и начнется ли он вообще так вот вчера вышла новость о том что министр туризма турции сказал что туристический сезон начнется в апреле месяце и начнется он с местного туризма но и конечно же уже потом подтянутся международные туристы с россии стран европы и так далее мы пришли на обычно одну из самых шумных улиц алании которая ведет как раз к центру города и непосредственно к бульвару ататюрка сейчас повернем в сторону магазина бим вот вы видите магазины закрыты открыты только продуктовые и вот там вдалеке есть небольшой маркет который тоже открыт все остальные магазины одежды обуви и так далее так далее все они закрыты если опять возвращаться к вопросу о том что разрешено что запрещено конечно же гражданам и иностранцам с видом на жительство предписано соблюдать часы комендантского часа это каждый день с девяти вечера до пяти утра и с пятницы девяти вечера до понедельника пяти утра туристы от этого запрета освобождаются то есть если вы турист вы можете свободно гулять по городу но к сожалению гуляя по городу как вы видите все магазины закрыты что касается передвижение по стране также имея необходимость поездка в аэропорт или поездка в другой город с необходимым разрешением ну а если вы естественно турист то вы опять же освобождаетесь от каких-либо запретов был вопрос о том что иметь при себе имейте при себе паспорт когда гуляете и не забывайте о том что именно это будет и доказательство того что вы являетесь туристом полиция будет смотреть штамп с датой вашего въезда что касается кафе и ресторанов как вы видите кафе и ресторан и закрыты в комендантский час на выходных они все закрыты а если говорить об обычных днях то сидеть в кафе и в ресторанах запрещено но можно брать еду на вынос или заказывать это совершенно свободно и не ограничено на этой улице также открыты кое-какие маркеты но несмотря на то что комендантский час народ видите ездит на велосипеде ездят машины и в комендантский час выход на улицу и пользование своим транспортом разрешено только определенным категориям граждан если у вас нет такого разрешения то пользоваться своим транспортом вы не имеете права и полиция может вас остановить и оштрафовать единственное что вы можете сделать это выйти в близлежащий магазин за продуктами как и уже и сказала ранее вот еще одна пекарня которая открыта и маркет где можно купить всякие разные необходимые вам фрукты овощи воду хлеб и так далее открыто кафе где можно также заказать еду не на вынос а чтобы вам привезли домой друзья на улице настолько жарко что мне пришлось перейти на другую сторону потому что солнце прям печет просто очень сильно и мы уже подошли к магазину бим сейчас быстренько пробежимся по магазину покажу вам цены кстати магазин бим пережил ребрендинг сейчас покажу вам новый магазин бим как они выглядят сейчас ну и конечно же не забывайте о том что наша компания мы занимаемся брендингом маркетингом дизайном логотипами развитием бизнеса и так далее и для многих компаний мы снимаем очень классные видео в том числе и видео с дрона как вы знаете в турции есть ну около десяти наверное сетевых магазинов и это магазин шок и бим так вот магазин бим у нас стал теперь не синего цвета а черного цвета они переделали свой бренд поменяли цвета и сейчас посмотрим насколько изменился внешний вид магазинов внешний вид магазина поменялся поменялись на серый цвет вот эти вот подставки для ценников ну а в принципе мне кажется продукция осталась та же самая поменялись цен ценники на серый цвет сделали они вот такого красивого серого цвета стены и самое главное что здесь изменилось здесь добавили дерево вот вы видите в магазине добавили дерево придали более такой дорогой вид стенам как вам такой вид магазина бим мне кажется очень красиво и серый цвет он всегда смотрится очень выигрышно по сравнению со всеми остальными цветами да видите все стены теперь в магазине бим сделаны под дерево в общем очень очень здорово у нас в принципе дома все есть но мы сейчас возьмем хлеб хлеб стоит 2 лиры 25 курушей это один вот такой вот белый батон да и очень вкусно вот таким вот кунжутом в этом магазине продается также большой выбор разного хлеба 5 лир 6 лир конечно же здесь есть большой выбор чая и если говорить о чай то вы можете например купить вот такой вот чай когда приезжаете в Турцию это чай филис один из лучших чаев которые можно привезти из Турции стоит он 11 лир 90 куруши и здесь у нас 500 грамм а так чая очень много можете выбирать любой например вот такой стоит 16,50 и килограмм стоит 32 лиры мы очень любим чай с бергамотом вот такого вот плана завариваем либо например вот такого но продается также с бергамотом что касается турецкого кофе то есть кофе Мемет и Фенди 7,25 и кофе Абдулла и Фенди 4,50 тоже выбирайте что вы любите по вкусу больше всего помимо всяких разных сладостей шоколада халвы например 9,45 мы покупаем и сухой вот такого вот плана сухие абрикосы стоят они 11,50 и помимо этого еще берем миндаль грецкий орех грецкий орех стоит 13,90 150 грамм берем фундук 150 грамм 13,90 и миндаль 14,50 здесь есть и кэшу и различные смешанные наборы с разными орехами из мяса здесь представлено мясо курицы говядина иногда баранина но мы покупаем помимо говядины покупаем также и мясо инжука цены на мясо варьируются от 20 лир например антрикот говядины и мясо индюка например стоит белое мясо килограмм 28 лир сегодня мы взяли белое мясо 576 грамм то что касается йогурта полтора килограмма йогурта стоит 8,50 лир 3 килограмма стоит 16,95 лир но я люблю покупать вот такой вот фруктовый йогурт лесные ягоды клубника и абрикос три варианта пол килограмма 5,95 очень вкусный фруктовый йогурт также если вы очень скучаете по пельменям в Турции можно купить вот такие вот пельмени стоят они 13,95 лир 500 грамм пельмени говяжьи есть разные высказывания по поводу этих пельменей я считаю что они не хороши не плохи но раз в недельку можно и покушать мы сделали все наши покупки необходимые нам на сегодня и на завтра чтобы завтра в магазин не идти а вы друзья напишите в комментариях к этому видео хотите ли вы чтобы я для вас сделала полный обзор цен вот как раз в этих сетевых магазинах в магазине БИМ и в магазине ШОК в магазине А101 также мы можем сходить в магазин метро и Карфур в котором мы покупаем рыбу и иногда оливки, сыр и так далее поэтому обязательно напишите в комментариях я тогда сделаю обзор на эти магазины на цены в этих магазинах но сейчас комендантский час очень жарко но несмотря на комендантский час как вы видите движение на улице как будто и нет никакого комендантского часа люди ходят в магазин одновременно с этим прогуливаются вот так вот выглядит непосредственно улица которая ведет самый центр Аланьи как я уже сказала мы все купили и сейчас идем домой как я вам говорила в начале видео хочу затронуть с вами опять тему работы но немного с другой стороны эта тема касается не только Турция в принципе всех стран мира и России и Америки и Европы и в том числе и Азии это тема когда кто-то из супругов запрещает другому работать как вы относитесь к тому что муж запрещает жене работать как можно кому-то запрещать что-то делать а тем более работать развиваться строить свою карьеру если это не мешает семье ну и даже если в семье есть дети это не причина того чтобы не работать не развиваться не участвовать в каких-то интересных мероприятиях и не вести какую-то публичную жизнь это не то когда кто-то хочет веселиться прогуливать деньги и ничего не делать а именно работать к сожалению есть есть такое и некоторые женщины пишут в фейсбуке о том что муж запрещает работать как я уже сказала мы никого не осуждаем у каждого своя жизнь каждый решает как ему жить но естественно реакция на такую тему возникает у многих ну и конечно же тем более у меня потому что я считаю что никто не вправе кому-то что-то запрещать ни один из супругов ни муж ни жене ни жена мужу и для меня это совершенно не допустимо и невообразимо если кто-то кому-то запрещает работать или например что-то делать встречаться с подругами с друзьями и так далее в нашей семье я вам расскажу как у нас это происходит никогда никому не придет на ум даже что-то запретить или спрашивать разрешение на что-то это может касаться какой-то покупки это может касаться какой-то поездки и так далее просто все отношения должны строиться на доверии если вы не доверяете человеку и если вы держите человека под контролем контролируете все его шаги это никогда не защитит вас от того что человек может сделать то что вы ему запрещаете поэтому напишите обязательно в комментариях к этому видео как вы относитесь к этой теме если у вас может быть знакомые которые переживают это или непосредственно может быть вы сами переживаете это и как вы решаете эту проблему то что касается запретов у меня в этом плане очень категоричная позиция я вам ее озвучила раньше никто никому не имеет права ничего запрещать запрещать работать встречаться с друзьями проводить время самостоятельно или вместе если например кто-то из супругов хочет пойти на какое-то мероприятие а другой супруг не хочет все совершенно свободно и по желанию нужно уважать мнение и желание другого человека даже бывает такое что некоторые бывают такие моменты когда хочется просто отдохнуть самостоятельно и кто-то из супругов например просто уезжает на пару дней в другой город или встречается со своими друзьями проводит время самостоятельно это абсолютно нормально потому что все люди разные и если вы уважаете мнение желание и то что хочет делать другой человек это вас не только не отдалит это вас сблизит ну и конечно же это не означает что кто-то кого-то не любит ни в коем случае в отношениях нельзя шантажировать чем-то это всегда приводит к очень плачевным результатам ну и естественно вы прекрасно знаете что если кто-то кому-то что-то запрещает это не от хорошей жизни скажем так а от того что у человека есть внутренние проблемы внутренние психологические причины и человек просто чего-то боится это всегда из-за страха ну конечно же если человек что-то боится то так или иначе подсознательно он всегда прокручивает эту историю и рано или поздно это случится поэтому друзья пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу по поводу запретов в супружеских отношениях а самое главное по поводу запрета работать для одного из супругов и мне очень интересно узнать ваше мнение общаемся максимально корректно потому что как я уже сказала у всех своя жизнь все живут так как считают нужным мы не вправе никому указывать но мы имеем право обсудить эту тему и конечно же высказать свое мнение вот такое вот у нас получилось с вами сегодня видео я надеюсь что оно вам понравилось было полезно поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх приезжайте в солнечную Аланию если у вас есть вопросы в описании к этому видео есть мой телефон всем всего хорошего пока пока